Здравствуйте! В эфире мобильная Хакасия, передача о высоких технологиях в сфере телекоммуникации и связи. Сегодня наш выпуск заинтересует тех, кто любит держать ситуацию под контролем. К примеру, представьте, вы вызвали скорую помощь и в нервном напряжении ожидаете, когда она приедет. Это было в прошлом. Сегодня Мегафон позволит определить точное время прибытия медиков к пациенту. Станции скорой помощи в городах и районах Хакасии перешли на новую систему мониторинга с помощью спутников ГЛОНАСС. Она появилась в нашей республике в рамках программы «Модернизация здравоохранения». Специальным оборудованием теперь оснащена каждая машина. Через координаты со спутника дежурный может в любой момент определить, где находится автомобиль. Допустим, мы сейчас можем определить, психбригада поехала у нас на улицу Некрасово. Поехала Некрасово. Ну, видно, они сейчас уже обслужили этот вызов. И вот двигаются они по проспекту Лени на 103. Полтора года в системе действовали пробные сим-карты. Затем основным оператором в Хакасии выбрали компанию «Мегафон» как оператора связи, который обеспечивает наиболее устойчивый сигнал и большую площадь покрытия. Сегодня несколько медицинских организаций полностью перешли на новую систему. Это Белоярская районная больница, Аскизская, Усть-Абаканская, Баградская, а также станция скорой помощи в Черногорске и Абаканская и Республиканская больницы. С помощью оператора связи «Мегафон» можно определить как точное время прибытия неотложки, так и маршрут, выбранный водителем. Знать, когда точно подъедет скорая, это, конечно, хорошо, но, к счастью, такая информация нам нужна не каждый день. В отличие от другой услуги, она заинтересует в первую очередь беспокойных родителей, кто хочет знать, где в данный момент находится его ребенок. Особенно популярной она становится с началом учебного года. Универсальное приложение «Радар» подает для смартфонов Android. Новая программа представлена в удобном для пользователя виде. На карте отображаются координаты другого абонента сети «Мегафон» или «Билайн» и его передвижение. Главное – получить на это согласие самого абонента. Впрочем, с этим у родителей проблем обычно не возникает. Приложение «Радар» может работать в двух режимах – активном и пассивном. В активном режиме родители владелец смартфона может управлять услугой «Радар», добавлять наблюдаемые номера и управлять параметрами безопасности. Если же установить программу «Радар» на телефон ребенка, пассивный режим, то программа будет передавать координаты смартфона ребенка с более высокой точностью, так как программа сможет задействовать технологии ЛБС, вайфа-сети и спутниковой связи. Услуга «Радар» не только покажет местонахождение ребенка, но и сохранит маршрут его передвижений. К примеру, когда он приехал в школу, когда появился на спортивной секции, когда вернулся домой. Причем постоянно беспокоить звонками свое чадо совершенно не нужно. «Мегафон» представил новинку – третье поколение сверхпопулярного планшета «Логин-3». В отличие от предшественника, он работает на самой последней версии операционной системы Android. Новинку уже нарекли планшет, который учит. В нем есть все, что нужно для учебы. Отличный экран, интернет, поддержка образовательных приложений. В преддверии начала нового учебного года компания «Мегафон» выпустила новый гаджет для повседневных задач. Планшет «Логин-3». Он стал быстрее функциональнее своего предшественника. При этом удалось сохранить более чем доступную цену, что сделает планшет «Мегафон Логин-3» лучшим подарком для школьников и их родителей. Новинка поможет как в учебе, так и на отдыхе. А самый быстрый мобильный интернет от «Мегафона» сделает планшет по-настоящему полезным. Сегодня «Мегафон» отдает планшет всего за 1990 рублей, при условии, если абонент подключит одну из опций мобильного интернета на два месяца. Кроме того, при покупке в салонах связи, консультанты помогут скачать разные программы для изучения школьных предметов. Это лето выдалось жаркими для оператора связи. Специалисты компании «Мегафон» привели данные об активности своих абонентов во время отдыха на озерах Ширинского района. Общий объем телефонных разговоров составил практически 4 миллиона минут. То есть 700 часов разговоров в день. Общий же объем трафика за три летних месяца около 9,5 терабайт. В среднем в день больше 100 гигабайт. Любопытные цифры и по роумингу. В 2014 году абоненты «Мегафона» из Хакасии уже побывали в 60 странах мира, среди которых как привычные всем Таиланд или Казахстан, так и экзотические, вроде Эфиопии и Шри-Ланки. Лидер по посещаемости стала Турция. Это было все, что мы хотели сообщить вам о мобильной Хакасии. Увидимся в следующем выпуске программы. Оставайтесь с нами и будьте в курсе самых последних новостей в сфере современных технологий. Редактор субтитров А.Семкин